Вы скажите, что я не прав. Вы скажите, что машины на заказ идут колоннами на Москву. Нет. Пустые автовозы. Нет. Это все вранье. Это все игра. Игра для вас. И не больше. Это только игра для вас. Ничего нет. Это все вымысел. Все сидят, подсасывают и губы трясут. Я хожу в магазин, и меня закусывают так, чтобы быть здоровы. И я вам еще раз повторюсь. Я могу на сегодняшний день позволить для себя оставаться в комфортных условиях, как улиточка в своей раковинке. Только в кейкаре. Это единственное, что я себе могу позволить. Правый руль Москва. Кейкары из Японии в наличии в Москве. Ссылка в описании. Да, я умы начинает за... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всем доброго времени суток. Сегодня такое у нас будет интересное разговорное видео. Назовем его вывод. Сегодня поставили вам вот такую машинку. Это Toyota Tank. Я хочу подвести, скажем так, итоги. Эта машинка была взята нами. Посмотреть, что это такое литровый двигатель. Сделать какие-либо выводы. И вообще, что такое, скажем, машина. Что за машина, которым людям не хватило все-таки K-Car. Ну и как обычно, да, в основном наше видео такое интересное. Оно, знаете, такое, мы как чисто русская душа. Чисто русская душа. А русская душа же ведь она широка. Широка, да, и глубока. То есть, мы определимся с нашей шириной, нашей души русской. То есть, в районе 27 сантиметров. Почему так, расскажу вам все позже. И начнем это видео, как обычно, за здравие. За здравие. И, увы, по-русски. Закончим за упокой. Давайте подойдем ближе к машинке. Очень много разговоров ходит про класс таких, как танки, солио, делика и все остальное. Очень много. Мы как-то года три назад привозили солио еще в старых кузовах. Вот, скажем так, прямолинейно спрашивали все, но никому она не зашла. Приготовили для ее дальнейшей эксплуатации на территории Российской Федерации города-герой Москва. Все, что мы делаем с машиной, мы не делаем колхоз. Мы не совершаем какие-либо вмешательства, конструктивные особенности. Установили на нее новые диски. Вообще новые диски. То есть, своим родным вылетом, базовым, с заводскими параметрами. Установили новую Бриджтоун резину. Почему? Потому что, опять тоже, это резина, которая разрешена под допуском этого автомобиля. Почему? Мне не нравится японская резина. Да, пусть она и была 20-го года, но мне не нравится она. Ее эластичность, ее мягкость. Она очень шумная. Мы поставили вот Бриджтоун с наибольшей мягкостью, скажем так. И шумопоглощающие. И в плане того, что эта резина, ее родная метрика, ее родные параметры. Так. Установили новую резину. Сделали двойной антикор на эту машину. Полностью оклеен перед. В пленку американка. Перед. Идет полоса по всей крыше. То, что встречается в камушке. Также. Оклеены все зеркала. Тоже пленочка. Все пленочки оклеены. Оклеены крылья. Несмотря на то, что они пластик. Оклеен капот. Оклеен капот. С завертышем. То есть, ни один моющий, который будет мыть, ее не собьет. Хром. Фары. И весь бампер, кроме черных элементов. Все оклеено пленкой. Вот эти вот части тоже заклеены пленкой. Задние фонари также заклеены пленкой. Чтобы они не туснели, не мутнели. После наших реагентов, наших солей и всего остального. Ну и насадочка так, это же не будем говорить. Теперь, что еще. На машину пошиты эво-ковры. Не люблю я тазы. Также, значит, машина сзади камеры. Переустановлены все. Вся подсветка. Синие ковры, эво-ковры пошиты задним багажником. И теперь, что самое главное в этой машине, ну как бы для меня, для меня, почему эта машина была нужна под проект. И мы будем наблюдать, смотреть. И я сейчас расскажу свои дальнейшие выводы по этой машине. Мне как Шарапову, как его сберкнижка грела. А мне вот эта вот вещь, которая находится в этом автомобиле, греет душу. Вот греет она мне душу, как Шарапову, да? Ага. Вот. На ковры еще ковры, на ковры еще ковры. Ну то есть, как я... На мягкие ковры положил. Серьезно, ведь на мягкие ковры положил. Ковры эво, а на эво ковры еще вот такие вот салфеточки, чтобы эво ковры не... Там еще резиновые есть, по-моему, нет? Я рассекретил, рассекретил, там еще резиновые. Это Russian шумка. Теперь, значит, все отрегулированы замки. Мне не нравится, как они работают вообще. Я не знаю, как японцы регулируют, жопой или рукой, не знаю. Все также подсветки здесь на холодный лунный свет, начиная как с дверей. Вот она подсветка, посмотрите. Смазаны все двери, потому что смазка вообще в приоре не закладывается японцами никуда. Ну, никуда, куда бы я ни залазил, ее смазки нету. Вот. А вот что я люблю, это смазки. Как можно больше, чтобы вытекало с нее. И ковры. Поставили наш проверенный временем видеорегистратор, то есть мне нравится, как он работает, мне нравится его работа, ему посрать, как и мне. То есть на мороз, на жару, то есть это прямо мой родственник. Он прекрасно коннектится с телефоном, настраивается, просматривается, вы можете из дома посмотреть, что творится у вас в машине, что творится у вас около машины. Мне он просто нравится, его такая живая цена. Да, конечно, все можно. Просто в окно посмотрел, и все, он и говорит. Я просто... Как вы все смогли заметить, в машине отсутствует ваш любимый кожаный руль. Круиз-контроль и климат-контроль. Машина взята нами, именно вот в этой комплектации. Именно в этой комплектации. То есть, тойотовская аудиосистема, тойотовский климат-контроль. Я не знаю вообще, как он работает, с чем он работает и почему он работает. Это, естественно, датчик температуры. А как же без него? Заема, начинает запись. Хлопает. Вот, показывает верхняя часть, это обороты. И показывает температуру рабочего двигателя. Как мы сейчас видим, 44. Полностью обработали задние барабаны. И я протравил деслотой. И нанес на них песочную краску. Вот посмотрите, как она уже у нас катается. Песочная краска? Да. Катается месяц. Посмотрите, в каком состоянии. А что за песочная краска? Нет, ну вот песочная краска. Полностью разбор, шлифовка, полировка тормозных дисков. Может коллега показать. Разбор всех суппортов, пальцев, все остальное. Забито вся. Ну, вы знаете, вот, увы, вот, по истечению обстоятельств, по сей день мне, вот, мое прошлое меня не отпускает. В плане того, что я пользуюсь всем инструментом немецкого происхождения. И всем, все, что есть, у нас, по идее, все немецкое. И все смажившие вещества, по большому счету, все немецкие. То есть, обработали все это, кроме внутренней смазки для суппортов японского предсхождения. А все остальное немецкое. Обработали, вот, посмотрите, какие диски. Как мы их вывели, сделали тормозные диски. Без единой граммы выработки. Все суппорта обработаны. И обработаны сверху меди. То есть, все разработано, сделано. То есть, почему? Мне это будет спокойнее и комфортнее. В плане того, что я там был. Я это привел в порядок. У машины на сегодняшний день пробег составляет 82 тысячи. То есть, она пришла с пробегом, ну, 82 тысячи пришла она с пробегом. Просто за месяц теста этого автомобиля пробег составляет 500, ну, блин, 420 километров. Да. Ну, это вот что, захочешь сказать, весомый тест? Да. Это весомый тест для того, чтобы сделать вывод по этой машине. То есть, достаточно было, по сути, там, меньше 500 километров? Мотор здесь, как всегда, как у кота. Одно место. Все вырезано, все вытерто, все натерто. Потому что я люблю, чтобы вот здесь было чище, чем на панели. То есть, это то, чем живет ваш автомобиль. Заменен антифриз. Заменена тормозная жидкость. Заменено масло в вариаторе. Заменены все фильтры воздушные. Масло. Масло, честно, сразу вам хочу сказать. Сыти кипятком. Хоть там пожаром горите. Хоть че. Масло здесь. Япония. 5В30. На лето. Расстреляйте меня. Вот растопчите, скажите. Да вы что, 0В20. Да хоть вообще насыте туда. Мне вообще глубоко на это дело. Просто я вам хочу сказать. Я лил и буду лить на лето. Двигателя с объемом двигателя до 1 и 2. На лето 5В30. Стоят машинки. Это то, что наш проект. Это наш проект. Это наши машины. Это то, с чем мы остаемся и будем это эксплуатировать, на этом ездить. Вот здесь стоит турбовая. Вот там будет на лето 5В30, на зиму 0В20. Рядом стоит атмосферник. Точно так же на лето 5В30, на зиму 0В20. И никак по другому. И не надо меня переспалить. Бесполезно. Пленка 0В20 на лето не выдерживает. До 3000 даже лукойл будет работать. Просто потом приедет к нам за двигателем. Так. Пока таких обращений не было. Ну какая разница. Лейте все что угодно. Я буду лить. Ты говорил 0В20. То, что мне пока... Да. Все правильно. Пленка слабо держит. То есть я беру эту машину в изнурительную езду. Московские безумные, часовые, многочасовые пробки. То есть до тех, кого пробег там чуть ли не 20 тысяч в месяц. Да. Я беру и поэтому я буду... Месяц, год. Я понял. Я буду лить эту... Ну там 30 получается даже в год. Я буду лить масло в московские пробки 5В30. Там где она стоит, работает по моточасам масло менять надо. Кстати. В инбоксах. Как вам правильно сказать инбокс? GF3. GF3. Уже стоит регламент замены масла по моточасам. И поставил вот такие лампы. Кстати, японские. Но выглядят сильно. Да. Они не просто выглядят сильно. На ближнем свете. На расстоянии 5 метров плавится верхняя часть асфальта. Гудят тепловозы. Да. Самолеты уходят у нас Шереметьевские и уходят на второй круг. Но все. Что ты смеешься, блин? На дальней еще не включал. Включил на площадке один раз. Человек ходит вторую неделю. Ослепли собаки. Ослепли. Сетку не стали ставить. И настоятельно даже на этот вид модели нет. Машина вся обработана воском. Обработана вот, ну, грубо говоря, месяц назад. Месяц назад. И пущена. После того, как сделали антикор, вымыли, все просушили. И обработали всю ее воском. Ну, убирается после зимы эти мелкие царапки. Все вот эти, знаете, то, что щеткой мы там намахали. Вот. Поэтому все это заполировалось, все это убралось. То есть делалось все это вручную. Никакой машинки, никакого снятия абразива, ничего. Ни в коем случае. То есть зачем все это делать? Это можно делать раз в полгода, раз в семейство. То есть выдерживает там, грубо говоря, вся эта функция там до 30-40 моек бесконтактный. То есть меня все это устраивает. То есть я вам почему? Я не навязываю, а показываю то, что я делаю со своими машинами. То есть не пытаясь никому ничего либо навязать. Но машина заиграла цветом. Машина стала защищена, скажем, от ультрафиолета более-менее. От пыли и всего остального. С ней легко заниматься дальше. С ней легко ее обслуживать. То есть машина готова к дальнейшей эксплуатации. Но зимой будет защищать от реагента. Теперь давайте покажем людям, насколько широка человеческая душа. Русская душа. Я всегда говорил, что ж человеку русскому не хватает в Ки-Каре. Все говорят, он жуткий человек, но широкая машина. Эта машина уже европейская колея, европейская база. А вот такая ширина русской души. Вот она. Тут даже не 20, сколько здесь, сантиметров-то 20 прям. Ну 20 максимум. Наверное. Сейчас мы линейку возьмем. Ну все-таки вот это вот и есть ширина русской души. То, что вам всегда не хватало. И хочу сделать я вот такой вот вывод по этой машине. Года 2-3 меня гложил этот вопрос по поводу этих машин. Этих 12-литровых? Да. Кто-то ошибался, говорил, что это Ки-Кар, там все остальное. Может быть действительно что-то где-то мы не доглядели. Что-то мы не увидели. Что действительно эта машина хороша. Потому что кому-то чего-то не хватило в Ки-Каре. Ширина, объемность. И мы взяли эту машину на тест. Ну и все-таки вывод. Какой бы он не был огорчительный, может быть для кого-то я сейчас прям пину между ног. Это мое мнение, мой вывод за период эксплуатации. Не надо мне говорить, что я проехал мало. Мне этого за глаза. Я не понял эту машину. То есть получился так. Большой Ки-Кар. Широкий. Еще тяжелее. Еще выше. Три подголовника сзади. Имитация трех мест. Вы знаете как вот? Как вот и ВИЦ и все остальные машины с такими двигателями ПАСа. Я считаю, что эта машина муж с жена и ребеночек. Вы будете комфортно себя ощущать. Если мы хотим добиться динамики от этой машины, как от Ки-Кара, я сопоставляю с атмосферным Ки-Каром, не с турбовым, то надо давить на педаль. И очень много я прочитал информации и в Ютубе про них, кто пишет расход. Вот никогда танк в плане того, что вот эти машины и эти, и Солио с двигателем 1.2, и Делика, и роботизированные, и хоть какие, никогда не славились тем, что они экономные. Никогда. 80 километров в час. Почему нет? Это не езда. Ну, выезжая за эти ворота, мы сталкиваемся... Ну, да перестань ты где-то в Москве, кто 60 ездит. Кто? Ну, в самой Москве, в самом городе. Это доставщики пиццы на территории двора едут 60. Выходят они со двора, они идут 80. Ну, они работают, летят. А в Москве все работают. В Москве все работают, поэтому летят все. Будем рассчитывать к тому, что если в город, и там в машину уложится 8-9 литров, то, вы знаете, как бы я эту машину сопоставляю, да, прям с европейским автомобилем. То есть возьмем те же Ауди, все остальные, да, на автоматах у меня Ауди были, Мерседесы были. В плане того, что у них расход составлял, ну, вот трассовый Ауди составлял, да, у соток, да, у американок составлял от 7 до 9 литров на автомат-коробке. Но с объемом двигателя 2,5, и кобылок там подкидано было, бешеных будь здоров. Осталось только учесть, что этот автомобиль в 4 раза дешевле, чем у твоей Ауди. Ну, какая разница. Да какая разница, в 4 машины разница. Да не в этом-то суть. Дело в том, что если у этой машины, даже вот если у турбовой, если бы эта машина была еще и турбовая, то она бы тебя провоцировала еще побольше подкинуть ей, понимаете? Еще тогда больше расход у нее будет. А у нее расход больше не будет. Ты знаешь, я сразу вот, я вот не согласен почти со всем, что ты сказал. Потому что, смотри, у тебя первая, да, ты говоришь, типа, нет расхода 5 литров. Ты вообще о каком расходе в 5 литров ведешь речь, если эта машина больше и тяжелее? Это полноценный европеец, между прочим, хотя бы по базе. А теперь еще один маленький нюанс. Это по базе европеец, а по высоте это минивэн. Тебя это не смущает? Я сейчас ничем не удивлюсь. А какие 5 литров? На одном из популярных каналов. Я хочу просто дальше ее катать, смотреть. Мне нравится ее ходовка. То есть, ну, вы знаете как, ничего. Ничего там нет. Вот. Мне хочется посмотреть, как она будет вести, сколько она себя вести. Тут же загвозчики, амортизаторы. Да, да, да. Амортизаторы помощнее, во много помощнее. Эластичность и мягкость в этой машине. Не ждите. Я эту машину рассматриваю, еще как бы рассматриваю. Скажем, тогда он 8, 7, 8, где полноприводную. Вот еще куда бы то ни шло. Почему? Потому что все-таки это уже какой-то бонус. То есть, машина такого класса, как европейский стандарт, но полноприводная. Да. Да, неплохо полноприводную, неплохо такую машину. Ну, про робот, соответственно, вообще нужно забыть. Про роботы даже говорить. Даже слух не произносим. Этой коробки нет. В этом складе про робот не говорите! Вот. Теперь хочу сказать, что... Я смотрю, ты нахлебался с ним, да? Все, робот, это прям огнем выжиг его. Это шедевр. Мы страховали уже ее. Будем заниматься получением номеров, госномеров ставить на учет. Обращайтесь по поводу приобретения. На данный момент автомобиль не продается, но можете забронировать его в пути. В плане того, что жизненного пути. Ну и как в начале видео говорилось, начали мы за здравие и закончим за упокой. На повестке дня сегодня еще такой маленький вопрос. Ценообразование. Хочу немножечко развеять ваши мифы. Значит, давайте сразу начнем. Такой пескоструй. В сторону машин покупки с аукционов и ценообразования. Смотрите, очень много сейчас каналов забиты по ютубу приморских компаний. Шок-контент. Контент, упадок цен, всего остального. Хочу сказать так. Ложь, вранье, триполыгия. Давайте сделаем так. Расставим все на места доказательно. Я приведу вам примеры. В плане того, что вам показывают на данный момент сегодня автомобили. И по 300, и по 400, и по 450 тысяч. Да. Без учета доставки. Без учета доставки. Самый чмошный. Это 100 тысяч. Нормальный 120, 125. Вам показывают цены. И вы говорите, да, вот они, новые цены. А ничего так, что мы говорим о машинах 9, 8 и 11 года. Вас это никак не закусывает, что вам скинули 300, 400 тысяч. И показывает сейчас множество блогеров машин, постаревших на 10-12 лет. То есть для вас это нормально. Так. Второе. С ссад кипятком все, что сейчас мы на заказ привезли 100 машин в неделю. Так, живое пример и доказательство. У нас свои два автовоза. Третий наемный. Сейчас все три наших автовоза стоят во Владивостоке с недогрузом. Так скажите мне, все кричат, и повторюсь я, с ссад кипятком, что машины идут на запад? Так вот мы, смотрите, на одном автовозе у нас сейчас 6 машин. Нам еще надо 2 догрузить. Две. Чтобы они пошли на Москву автовоз первый. Второй автовоз, у них хватает 3 машины догрузить. То есть мы растаможили, со склада взяли по новой цене, как вы говорите, по новой. Машины и не можем догрузить еще 3 машины, чтобы он пошел. А третий автовоз вообще водителю дали отпуск на месяц. Он улетел в Москву. Так я не могу понять, если компания сейчас на данный момент покупает на Москву, на Питер, да там, ну пускай на это регионы за Урал, даже до Новосибирска мы возьмем машины. И где же они все, куда же они, неужели они все во Владивостоке покупаются? Вранье это и ложь. У нас 3 автовоза, это полупустые, уехать не могут. И не только наши к нам обращаются автовозчики, перевозчики. Не могут догрузить автовозы, чтобы поехать. Нету заказов на Москву. Так куда же покупаются все эти автомобили по дешевым ценам? Хватит. Протрите свои еще раз розовые очки. Никто, нигде, никогда дешевых цен нет и уже не будет, ребята. Не будет. Я понимаю, что сейчас я говорю о ценообразовании бездоказательно. Но как я всегда, и мой отец, и мой дед говорил, и самый лучший доктор это время. Он все расставит по местам. И вот тогда мы и смотрим, и посмотрим, и сравним. В том же Приморье есть буквально несколько десятков игроков, которые покупают машины на 100, 200, 300 миллионов. А все остальное это перекупщики, грубо говоря. Да, ну как все в нашей стране сейчас на данный момент. Так вот, большие игроки ставки-то не делают. Никто не везет. И самое главное, да вот у нас за стенкой наш сосед. Зовут Усан Саныч. У него крупная компания. Ну, скажем так, 70% хлебозаводов Москвы, он поставляет, он выиграл тендер, поставляет свою продукцию для хлебобулочных изделий. То есть разрыхлители, выпечка, дорожье, все остальное. Так вот, вы знаете, на днях он у нас приобрел машину автомобиля Toyota Voxy. Вот, мы подошли к нему, я говорю, Саныч, я говорю, хлеб, что у нас? По 24 копейки будет, как раньше стоил. Ну, белый. И 16 серый. Ну, это с чего бы. Я говорю, Саныч, ну подожди, доллар-то упал, рубль подрос. А что, тогда мы все мирный заговор сделаем и не будем хлеб покупать, пока он не станет 24 копейки. Вот так же вы и сейчас выглядите с машинами. Так он мне ответил на то, что доллар упал. Только логистика выросла в разы. В разы. Так вот, цены в Японии сейчас тоже подопустились. Опять, не на весь модельный ряд, на избранные машинки. А фракт подорожал. А автовозы не подешевели. Понимаете? А что самое главное, такой вывод маленький. Я для себя сделал, что на данный момент сегодняшнего дня, как бы мы ни пыжились, как бы мы ни ссали кипятком, вот выходя за территорию нашей, за ворота нашей территории, я также прихожу в полный восторг, заходя в пятерочку. Приходя в Магнит и все остальные сетевые магазины, я прихожу в полный восторг от цены образования. На данный момент вот даже она для меня дорога. По ее содержанию топлива даже хотя бы. Кейкар – это единственная машина, которой мы можем на данный момент себе позволить и содержать, и эксплуатировать. Не надо пыжиться, не надо. К нам приезжают разные люди с разных регионов. Содержать «Солярис» нету возможности. Только Кейкар мы можем заправить сегодня на 500 рублей и позволить по Москве ездить неделю. Это единственная модель, которая на сегодняшний день не тянет штаны. Вот выдохните, разве я не прав? Тяжело ее заправлять сейчас на тысячу в неделю. Для Москвы, для Москвы даже поболее тяжело. Потому что с учетом того, что картошка тоже стоит 100 рублей за килограмм. Но опять для Москвы. Но я же не подхожу к ярмаркам и не говорю, ребята, доллар упал, рубль подрос. Отдайте мне картошку за 35 рублей. Они говорят, логистика, ребята, выросла. Колеса на машину стоят уже не 30 тысяч, а 60. Все подорожало. И картошка уже не будет стоить 30 рублей. И, увы, хлеб 24 копейки. Уже не вернется никогда, ребята. Перестаньте верить в сказку. Курс упал, а жизнь подорожала. И это наше реалии. Единственное, что мы можем сейчас позволить себе, я не навязываю Кейкар, это 500 рублей в неделю. И для региона. Где-нибудь мешок картошки продал и на бензин заработал. И для Москвы где-нибудь что-нибудь подколымил. Для всего. Мы не можем себе позволить сейчас содержать машину даже класса Volkswagen Polo. Мы можем ее содержать около двора, около подъезда. Не страхую ее даже, потому что денег уже нет на страховку. Все. В Москве надо быть и оставаться мобильным. Всегда. Если вы хотите быть москвичом, то вы должны оставаться мобильным. Вы скажите, что я не прав. Вы скажите, что машины на заказ идут колоннами на Москву. Нет. Пустые автовозы. Нет. Это все вранье. Это все игра. Игра для вас. И не больше. Это только игра для вас. Ничего нет. Это все вымысел. Все сидят, подсасывают и губой трясут. Поверите, я вам говорю точно. Я в этом бизнесе сам трусь. Все подсасывают. Все. А меня закусывают. Я хожу в магазин, и меня закусывают так, чтобы быть здоровы. И я вам еще раз повторюсь. Я могу на сегодняшний день позволить для себя оставаться в комфортных условиях, как улиточка в своей раковинке. Только в кейкаре. Это единственное, что я себе могу позволить. Все. Всем спасибо.